Ни хера себе его сложило! Если освободим город, угощу тебя выпивкой. То есть, когда освободим? А? Вот и вертолёт. Там должны быть остальные наши! Наконец-то, даже не верится. Пошли! Ох, черт! Нога! Вот это самый п jawline. Открывайся! Ре storyline с обеих пожел theme, о том, что старше случилось обаemetery. Алеща. Гра! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Мне ужасно неловко это говорить, но нам еще столько всего нужно сделать. Не забудь, в такой холод надо надевать шерсть, а не синтетику. Меня посадили за эту работу, потому что у меня радикулит. Но ты не волнуйся, я буду исправно тебя информировать. Это наш информатор? Ух ты. Так, вот этот чувак уже приоделся. Он, видимо, нашел. Уже 11 левен. Чуметь. Так, где тут мой сундук? Вот он. Так, я возьму свое бесплатное снаряжение. По статусу у меня возможно это дело получать. Так, обнаружили кучу точек, которые надо изведать. Тайник. Тайник пуст. Понятно. Так, а где же этот мастер-то? Наверное, он будет у меня в моей первой базе, получается. Сейчас посмотрим карту. Я вот здесь. Инцидент. Вот здесь есть инцидентик. Можно его выполнить. А можно, конечно, на основную сразу пойти. Но я вам не обещал, что я буду делать прям только сюжетку. Я буду заглядывать везде, в каждую щелочку. Я долго буду в эту игру играть. Так что все хейтеры, которые пишут, что я там много дополнительных миссий делаю, и тому остальное могут идти лесом. Только они хотят, чтобы я проходил сюжетку, и это... В этом прохождении такого не будет. По крайней мере, когда я играю один. Когда мы будем играть в копе, может быть, все будет совсем по-другому. Побежали. Вот это вот какая-то же странная точка тоже такая. Тайник игрока. Общая зона. А, это общая зона показывает, что там есть торговец, пополнение снаряжения и тайник игрока. Отлично, я понял. Сейчас быстренько выполняем эту миссию. У нас всего лишь тут 200 метров до нее. Нет, больше становится, потому что мы оббегаем светодельцы. Так, посмотрим систему разрушений. Что-то с таким запаздыванием. Или расстояние. Определенное расстояние, видимо, нужно, чтобы система разрушений показываться начала. Но все-таки это дефект плойки. Я думаю, на ПК это все настраивается, а здесь нет. Успешное завершение побочных операций вы можете получить... Снаряжение уникальное. Обнаружено. Так, вы что тут подрались-то? Достигнуть четвертый уровень. Отлично. Как раз вовремя. Можно себе снаряженец это поставить. Новый инвентарь. Так, новый броник надеваем. Так, и новый у нас, по-моему, на коленнике. Не, охранная сумка. Вот точно. Все, теперь нам будет легче. Четвертый уровень мы открыли только за то, что получили опыт, когда открывали зону, получается. Это очень удобно. Мастер снаряжения. Где же он может быть-то? Так, инцидент. Сейчас нам об этом расскажут, когда мы поближе подойдем. Не всегда рассказывают. Так, 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 давайте вот тут. Зашкеримся. Интересно. Не палимся. Вон они. Блин, он что, в меня, что ли, стрелял? Да, тут нет никого. Держи. Так, аккуратно. Ага, работает. Шняга, держи. Черт. Перезарядка вообще беда, конечно. В голову надо, в голову стрелять. Вот это босс ихний. Фиолетовый почему-то. Так быстро? Просто ликвидировать? А тут даже награды никакой не будет. Блин, с ним даже ничего не выпало. Взять все. Перчаточки. Отлично. Отлично. Следующую точку отмечаем. Ближайшая. Опорный пункт. Это, видимо, чей опорный пункт? Станция Гарман. Точка быстрого перемещения доступна. Точка возрождения, общественная зона. Так, как туда быстро переместиться? Так, и... Быстрое перемещение пока не достану, потому что я там еще не был. Ну, давайте зайдем туда. Тем более, что я сейчас в своей аптечке все расходовал, опять же. Так, еще мне надо одеть сейчас себе новые перчаточки. Я выбил. Моднявые. Вот они. Для четвертого уровня. А как они нашему парню-то понравились. Не, все-таки я пока побочные миссии не буду выполнять, все-таки я побегу к себе. Нажмите оптсенд, прийдите у него дополнительного оружия. Черт. Вы что такие... Блин. Опа. Ёлки-палки. Вот это я пробежался по улочке. Надо их просканить, где там они прячутся. Вот они. Ёлки-палки. Вонючки, а. Это я зашел. У меня аптечек-то нету. Не, я пойду, лучше побегаю. Мне совсем плохо что-то. Сейчас я сдохну. Забегались. Ошибись. Ошибись. Дышите глубже. Дышите глубже, да. Я вот тут посижу, ничего? Ух ты, сколько ж вас бежит тут, а? Ёлка. Куда ты беги? Че ты загнулся-то? Так, минус еще один. Прыгать научился. Молодец. Вовремя ты научился прыгать. Чувачок. Сейчас сдохнем. Бегай. Ой, как все плохо-то, а. Я же не один из этих. Фух. Отдышись. Один кубик. Угроз не обнаружено. Блин, я опять вот запутаюсь с управлением. Я привык, что всегда на крестике у нас прыжок. А сейчас у нас на крестике всегда не прыжок. Так, свою вещичку подобрать надо, которую честно заслужил. Мне все-таки надо там пройти будет, потому что тут что-то все очень плохо. Так, это мы подобрали. Блин, все время я тоже путаю. В options надо. А то карта. Кнопка. Ну, это новая игра. Все-таки мы играем с вами второй раз. Она вышла 8 марта, я напоминаю. Это наша вторая серия. Ну, пока что всему учимся. Играем в гордом одиночестве. Все, банда разбежалась. Смотрите, мы чуть-чуть побегали кругами вокруг них, а они решили плюнуть на меня и уйти по домам. Устали, короче, ждать. Кого-то там покоцал я немножко, но не добил. Поэтому. Продолжим свои ночные похождения по Нью-Йорку. Сейчас у нас будет, когда опорный пункт, у нас тогда уже, наверное, игра пойдет по-взрослому. Убивают здесь, конечно, просто за здрасте. Не успеваешь даже пукнуть, как говорится. Тебя уже... О, обнаружены угрозы. А где я их обнаружил? Почему они у нас не показались на сканере? Расстояние на сканере, значит, ограниченное, да? Просмотры. Да, плохо, что транспортный, но хотя бы... Ох, какая тряпочка. Не очень она красиво выглядит, лучше бы они ее сюда не вешали. Так, какая-то подземочка тут есть. А вот тут, наверное, угроза-то и была. Угроз не обнаружен. Пока не пойдем в подземочку. Новый инцидент. Это мой дом родной все-таки. Наверное, нам придется пускаться. Не хотел я этого делать, но придется. Зайти сюда. Поприветствовать свой дом родной. Вы в безопасной зоне. Так, это... Аптечка. Почему всего одну аптечку дают, а? Что такие жадные? Здесь вот в моем сундучке должно быть побольше. Закрываем. Доступен опорный пункт. Отлично. Опорные пункты. В любом опорном пункте предлагается некий набор операций и инцидентов, а также различные услуги торговцы, пополнение запаса и точка возрождения. Опорный пункт это мирная зона для игроков, где можно пообщаться с другими агентами или подобрать игроков группы. Для быстрого перемещения в открытый опорный пункт наберите его на карте и нажмите квадратик. Все, я понял. У меня быстрое перемещение раньше не работало. Так, пополню себе инвентарь. Тут у меня, в принципе, хранить нечего. Эвакуировано. Инвентарь. Это в темной зоне, когда мы будем предметы забирать, нам их будут сюда кидать. Привозить. Потом мы можем их одевать и так далее и тому подобное. Вот. Чувак, давай, проинформируй меня. Чувак себя любит. Ну все, я, в принципе, тут аптечку пополнил. Продавать мне нечего особо. Какая-то комнатка еще. Еще глубже можно уйти. В подполе. Спуститься. Внимание, вы покидаете безопасную зону. А сейчас зайду в безопасную, да? Оп, зашел в безопасную зону. Закрыто. Агент, нам сбросили ящик припасов. Нужно забрать его срочно. Нам это по силам. Так, это хорошо. Пойдем. Куда вам его сбросили? Показывай. Пальцем ткни на карту. Заблудиться можно тут нафиг. Сбросили. Куда вам сбросили? Покажите. Ну давайте будем делать ближайшие к себе. Умирать тут не хочется как-то. Только начали играть уже. Кстати, наша первая ночь заканчивается. Смотрите. Как быстро тут время течет. Неужели здесь пройти нельзя напрямую, а? Давайте попробуем. А то как-то навигатор рисует что-то через какие-то непонятные дебри надо обходить. Так, ну здесь не пройти. Здесь тоже не пройти. Ну все ближе получилось, чем целый квартал отбегать. Короче, на этот навигатор можно так же надеяться, как на блондинку. Ящик припасов. Нужно забрать все срочно. Нам это по силам. Так, вот здесь ящик. Внимание. Обнаружен противник. Бабки есть? А? Все. Взрывали. Стреляли. Стреляли. Вот они. Бабки есть? Сотрудника АТГ что ли хотят натянуть? Бабки есть, говорит. Бабки есть, говорит. Так, вот этот плохой. Так, минус. Со спины кто-то там фигачит. Куда уж нормально. Так, мы нашего чувака защитили. Ох ты, сейчас меня будут вносить. Спасение заложников. Так, вот здесь вот шкеримся. Вот сюда. Давайте, давайте, подходите. Потихонечку. Не пятого левела все. Так, вот этот обошел меня все-таки. Так, минус один гранатой все-таки. Хоть одного убили. Так, иди сюда. Отлично. Так, я что-то фиолетовое что-то нашел. Так, как отцепляться? Я вот не пойму. Я хочу убежать, когда гранаты бросили. А он что-то не отцепляется. Начинает кругами вокруг стенки тереться. Шапка. Я нашел шапку. Классно. Давайте попробуем ее одеть. Инвентарь. Так, вот внешний вид. Главные уборы. Вот. Простая вязаная шапка. Ох ты, какое у нас теперь. Это моя первая вещь, которую я нашел. Шарфа у меня нету. Короче, у меня ничего нету. Можно не заглядывать, потому что оно бы отметилось восклицательным знаком, как вот здесь. Вот кобура, которую я хотел, чуть было не продал. Вот. Девять брони. Так, людишек надо спасти. Людишки. Выходим. Ключик. Так, тут можно заглянуть. Электроника какая-то. Так. Что тут еще? Угу. И открываем. Красный ящик. Отмычка нужна. Что там за секретики такие вы спрятали? Рюкзак охранника. Классно. Здорово, что у нас была отмычка. То ли я ее тут подобрал, то ли она у меня была, и там изначально откуда-то. Взять все. Не, как будто я сейчас вот оставлю вещи, так спрашивают постоянно. Взять все, там по одному что-то выбирать. Ну, кто будет по одному выбирать, когда такая халява? Так, все же я здесь подобрал. Да, здесь все. С таким героем, как ты, мы не пропадем. Электронные компоненты. А где они тут? Электронные компоненты. Я ж вроде взял их. Что за глюки? Типа, ходи и сканируй. Так, магазины, бытовые тряхники. Значит, тут есть электронные компоненты. Так что? Какой-то глюк вообще непонятный. С этими электронными компонентами как-то. Нету тут ничего. Эта дверь не открывается. Ящик я заюзлый. Я аж получил себе даже рюкзак. Моднявый. Который, наверное, не смогу одеть, потому что я маленький такой. Не, я могу одеть. Круто. 17 брони. Так, пистолетик у меня еще там есть. Да елки-палки. Пистолетик. О! С этим пистолетом теперь будет веселее. Ладно, не буду я тут задерживаться на этих компонентах электронных. Глюкавит, по-моему. Это магазин просто электронной техники. И все, может они... Я их уже подобрал, они со временем потом появятся. Так, выберите операцию, которую хотите сделать. Возвращаясь я на опорный пункт. По всем данным, эта зона безопасна. Безопасна, да? Отлично. Так, мой сундучок пополнен. Так, чувак, давай, задание есть у тебя? О, вам понравится. Ты, алло? Короче, в игноре. Рассмотр игрока. Этот игрок, по-моему, тут стоял еще черти сколько. Так, смотрим карту. Вот здесь вот есть опорный пункт. Операция. Отлично. Пойдемте отобьем. Вы покидаете безопасную зону. Да вы что? Какой ужас. Я покинул безопасную зону. У меня две аптечки. Две. Агент, у нас тут какие-то проблемы с коммуникациями. Разберись, в чем дело. Таких сцен у нас в сериале не было, так что тут я тебе помочь советом не смогу. Коммуникация. А я думала, добрых людей всех перебили. Да, ты что, как они могли всех перебить. Я ж остался еще. Да, в эту игру, конечно, лучше... Так, вот что тут такое? Спутниковая садия. Верните операционную базу. Тут рядышком мигает. Это про коммуникацию он говорил, что ли? Ну давайте заглянем. Вроде тут рядышком. Так, здесь у нас... О, сундучок. Ткань. Тут потом можно, видимо, что-то собрать будет. Со временем. Раз мы даже ткани какие-то подбираем. Это нашивки себе, наверное, будем шить. Мы тоже... Как мародеры ходим. Собираем все, что валяется. Все, что криво лежит, будет моим, называется. Так, еще целый этаж тут зачистить, что ли, надо. О, ну, собирательство бесконечное, в общем, будет идти. Как и в любой игре, впрочем. А потом скажут, у вас в инвентаре нету места. Пожалуйста, там, идите отсюда. Так, рюкзачок. Посмотрим, как люди тут живут. Среднестатистический американец. Каталка. Холодильник пустой. Шкафчики. О, современная ветровка. Так, а когда я построю свою стильную трекинговую куртку. Вон, сколько у нас всякой одежки может быть. Кастомизировать персонажа, конечно, мы тут можем до бесконечности просто. Так, телефончик. Уп, 300 опыта. Просто за то, что мы открыли кусочек на карте. По-моему, в этой халупе уже были когда-то. Играли в бетку. Так, видимо, еще выше подниматься. Ну, тут кого-то спасали. Так, а выше куда? Так, что-то я заблудился в этой халупе. Лесенькие выше нет уже. Все. Указано, что где-то вот здесь. Только над нами, видимо. Или под нами. Так, пойдем через окно. А может быть, просто похоже. Опа, выпали. Себе один кубик. Убили. Кпшки. Блин, вроде мигает что-то, а... Как туда пройти-то? Непонятно. Так. Надо было эту точку пометить. Так вот просто не добежишь. Побочная операция. Маршрут. Маршрут построен. Как туда проникнуть. Блин, может, это в подвале где-то? Через ткани мы зашли в здание. О, заблудиться можно. Короче, может, плюнуть-то пойти по сюжетке уже. Вот, открыть. Телефончик. Со вчерашнего дня у нас три новых трупа. В мешках, обеззараженные. Ладно. Пришлем транспорт в течение часа. Супер. Если честно, я не понимаю, как вы держитесь. Лично я уже почти минутку. Тут что-то происходит. Сэр, сюда нельзя. Это официальное отделение Цера. Вам следует... Отойдите, и тогда никто не пострадает. Нам нужны только припасы. Не надо. Сэры и Сэруни. Так, вот, сундучок пропустили. Один из ваших предметов снаряжения можно модифицировать. Откройте инвентарь. Так, инвентарь можно options удерживая. Вот. Новая маска. Что-то она не сильно-то и крутая. Медицина получше станет. Медицина хуже. Второстепенные характеристики увеличения опыта за убийство. А здесь у нас увеличение опыта тоже за убийство. Плюс три. О, вот это получше будет. То мы еще не можем. На пятый уровень нужен. Что-то я, блин, так буду бесконечно походу бегать по этим кварталам теперь. Самолет. Ладно, нафиг, не хочу. Пошли по сюжетке. Вот сюда. Большие силы противника идут с улицы! Где подкрепление? Я подкрепление! А что, можно туда быстро переместиться? Где подкрепление? Мне некого к вам посл... Нет, пока что не могу. Иди, тетя, гуляй лесом. Так, мы уже с одной оптичкой остались. А я так чувствую, мы сейчас добежим пока до базы. Мы ее тоже где-нибудь схаваем. И потом придем туда и... И сдохнем. Трейлер здоровенный. Обнаружен швейный квартал. Вот они, мародеры. Все, мародеры. Че вы тут намародерили? Так, какой там... Ух ты, там кто-то в подвале. Так, это какой-то значок. Можно зайти сюда. Сменить выбранную операцию. Ничего я менять не буду. Мы идем открывать базу Манхэттена. Когда откроем базу, тогда можно будет уже и погулять здесь как следует. Так, вон они. Не они, нет. Ага. Так, ты что-то хочешь попросить у меня? Иди сюда. Опыт мне дали. Собака. Собаки в бете были не абрессивные. Сменить операцию. Не, давайте добежим сначала, свою сделаем. Разверните операционную базу. Может там костюмчик мы получим свой наконец-таки. А то так и будем голышом бегать. Исследование вируса. Так, ну тут, короче, миссий очень много. Если вот так вот на каждого отвлекаться, то можно до бесконечности в игру играть. Диспетчер, говорит агент Фейлау. Я уполномочена приказом президента и министерством национальной безопасности. Директива 51. Операция «Ответ». Второй этап. Что бы вы ни были, нас атакуют со всех сторон. Не знаю, чем вы можете помочь. А сейчас нам пригодится любая помощь. Откуда вам известна моя чистота? Мы вас прикроем. Только не стреляйте в тех, кто пытается вам помочь. Конец связи. В бетке мы заходили с другой стороны. Внимание! Подключаюсь к местным каналам ОТГ. Отряд 43. Хорошие новости. Сообщаю, что к вам идет посрепление. Агенты спецотряда. Наконец-то! Вас только за смертью позвать. Ходите их сюда. Агенты, это громко сказано. Мордина, собравит фланга. Давайте, давайте! О, мои, я сейчас сдохну. Один кубик остался. Все. Убил! Без с... Блин. Так, минус. Отлично. Бандюки позорные. Так, надо куда-то перерислоцироваться. Так, отлично. Что это мы-то, мрази? Да вы, мрази, нападаете на наш центр. Вот еще один остался. Сюда перерислоцируемся сейчас. Так, и все. Готов. Так, еще. Сюда. Просканируем. Блин, отдача сильная, конечно. Надо короткими очередями стрелять. Убили, брат! Брат! Держись, брат! Давай поближе подберемся. Очень. Готов. Так, вот он, это наш. Если мы не дадим сейчас ему умереть, может быть, какую-нибудь даже ачивочку получим. Завершена. Запишите в отчет. Пришел спецотряд и всех спас. Спасибо за отчет, отряд Браво. Будьте начеку, сохраняйте боеготовность. Рад, что вы живы. 34 предмета у нас. Зайди туда, осмотрись. Я, наконец, обзавелась транспортом, так что скоро буду. Давай. Транспортом обзавелась. Это что такое? Аптечки. Я полон аптечек. Повезло мне. Все-таки я выжил. Заходим на базу. Так, тут карантин. Система вентиляции и очистки воздуха включена. Уровень заражения снижен. Блин, я думал, уже пятый уровень буду. Надо было бы побольше побочных выполнять. Агент, нам нужно наладить работу базы и доказать жителям Нью-Йорка, что мы вернем им город. У нашей базы есть потенциал, но в данный момент она черт знает на что похожа. Чтобы привести ее в порядок, нам понадобится толковый персонал. В частности, врачи. В полевом госпитале в Мэдисон-Сквер-Гарден есть вирусолог, но тот район кишит бандитами. С ней мы сможем организовать работу медблока. Без нее! Командир ОТГ Бенитос сейчас в поле и с ним нет связи. Верни его. Пусть займется силовым блоком базы. К тому же, я надеюсь, это повысит боевой дух ребят. Еще нам нужно электричество. Будет энергия, будет и нормальная разведка. У них был свой техник, но, видимо, с ним что-то случилось. Не найдем его, останемся без света. Исак умеет сканировать все блоки базы и отслеживать изменения, так что ты всегда будешь в курсе дела. И чем лучше мы организуем работу базы, тем больше сможем сделать для города. Силовой корпус прибывает в запустении. Еще здесь не хватает капитана Бенитоса. Его ОТГ обожают. Бенитос наверняка поможет нам с разведданными и огневой поддержкой, так что мы сможем очистить улицы от этой мрази. Так, изучим карту давайте. На базе все осмотримся. Так, отлично. Так, ты нам что расскажешь? Ну что ж, значит, ты агент спецотряда. Супер. Не обращай внимания на смерть и разрушение вокруг, а также на то, что многие уже пытались сделать то, что предстоит тебе, и погибли. Причем наверняка ужасной смертью. Ну да, они были лучше оснащены, что с тобой. Судьба слепая, бессердечная, с этим ничего не поделаешь. Сохраняй позитивный настрой. Хорошо, что это тебе предстоит рисковать жизнью, а не мне. Пошутила. Так, терминалы все-таки надо активировать, как в бете было. Так, вот это уже сюжетное задание нам дали. Хранитель наград. Вот он, хранитель наград. Так, получить. Ликвидатор. Вот это вот я бесплатно могу получить все. Куртка сапера. Это мы тоже покупали. Куртка пилота. Давай возьмем. Получу этот предмет. Полученные предметы можно найти в меню снаряжения. Получить. Так, ликвидатор ЧС. То есть, от ликвидатора тоже, это за предзаказ, который мы получили. Ликвидатора. Ликвидатор ЧС. Это фиолетовые, оранжевые такие. Штаны пилота. Потом посмотрим, что одеть. Штаны. Шарф сапера, шарф пилота. Круто. Ликвидатор ЧС, курточка. Футболка с пилота. Хочу быть пилотом. Ботинки ликвидатора ЧС. И пилота тоже ко мне. Так, все. Из этого шматья мы все получили. Что хотели. А, шлем пилота. Так, у тебя есть бесплатно химзащита какая-то. 1800 убой. 846. И рюкзак бесплатно 20 брони. У меня, по-моему, сейчас треугольника у меня 16. Необычно. Этот качественный. Ну, что, бесплатно возьмем. За предзаказ же, е-мое. Так, а вот эта штука... Так, полицейские здоровья. Сила атаки. Тормовая винтовка, шпановая винтовка. Ну, бесплатно тоже возьмем. Все. Давайте это все дело оденем на себя. Заходим в инвентарь. Внешний вид, головные уборы. Смотрим. Шапка пилота. Прикольно. Ликвидатор ЧС. Не очень. Шлем пилота. Потом верхняя одежда. Давайте верхнюю одежду пока не будем. Даже снимем то, что которую имеем. Вот, сняли. Шарфы. У нас только шарф пилота. Одеваем. Так, легкая одежда. Так, футболка. Ликвидатор ЧС. Вот, я видите, горил. Она оранжевая будет. Футболка пилота. О, что-то некрасивое совсем. Ладно. Ликвидатор ЧС. Нет, не видно. Шарф есть. Штаны. Тоже ликвидатор ЧС будет оранжевые. Вот они. Штаны пилота. Такие. Так, шлем пилота. Ликвидатор ЧС неинтересно. Верхняя одежда. Одеваем. А, тут нету куртки. Ликвидатор ЧС. Куртка пилота. Все. Вот так вот мы и будем выглядеть. У нас есть новые вещи. Вот, она получше, значит. Она хоть и третьего уровня, но все равно лучше даже, чем моя, которая у меня имеется четвертая. Одеваем. Здесь мы берем бронежилет получше. Остальное все продать можно будет. Здесь у нас есть рюкзак, который нам дали за предзаказ. Отлично. Здесь одето. Здесь тоже лучшее одел. Второе оружие. Второе оружие можно автомат-то использовать вторым оружием. Потом, когда обживемся более хорошим, возьмем более хорошее. Так, тут нету ничего. Здесь у нас уже одето тоже хорошее. Но остальное можно будет слить. Так, модификации еще как ставить, я не разобрался. Вот это вот вертикальная рукоятка и компактный подствольник. Начальная стабильность пули. Так, а это прицел. Оптимальная дальность 2,5%. Как это использовать? Модификация квадрат. Выбрать так. Модификации нету. Подствольник у меня. Использовать. Что-то визуально даже не видно его. Давайте. А, этот отсюда не ставится. Так, а как его покрасить? Эй, подходи ты, не стесняйся. Использовать. О, поставил. Круто. Ну, мы теперь пилоты. А мы пилоты, пилоты, пилоты. Такая шапка. Жесть. Давайте здесь базу до конца изучим. Что там, еще какая-то посылка, что ли? Блин, заблудился. Подойдите поближе. Оттуда вам не видно. Вот сюда. Мы окольными путями. Мы легких путей не ищем. Так. И вот сюда, вверх, по лесенке. Технический блок переживает не лучшие дни. Но если удастся доставить сюда родца, дела пойдут на лад. Этот парень много чего умеет. Он из частной военной компании. И он умнее, чем может показаться на первый взгляд. Умнее? Так, ну все. Сейчас мы встречаем нашу... Китаяночку. Китаяночку. Я к ним привязана. Это мои люди. Это мой город. И мы его отобьем. Давайте-ка... Да, ладно. Ладно. Вся надежда на нас. Нельзя их подвести. Да, тетя, неважно выглядит, конечно. Ничего не скажешь. Так, перезаряжаемся. Ага. По максимуму все. Привет, чувак. У меня лучший ассортимент во всем Нью-Йорке. Ой, какие вы врунишки-то. Продать. Продать. Сейчас мы все продадим. А можно все продать сразу? Нет, по одному придется. Но я все хорошее одел, поэтому я продаю вообще сразу все. Не задумываясь. Так, что-то у тебя есть служебный противогаз. Бранные жильцы всякие. Перчатки. Так, а у тебя? Так, у тебя тоже самое. Так, почему у тебя восклицательный знак здесь? Нас ждет, чтобы прибыть вместе с Флэй. Так, ну что? Вот тебя что? Лучший выбор во всем городе. Увеличенный магазин. Еще более увеличенный магазин. Открыли пару человек, которые подошли близко к КБП у тоннеля в Квинс. Переживу. Так, ну с вами я со всеми поговорил. С тобой говорить нельзя. В общем, идем на наше первое взрослое задание. Ну что ж, дорогие друзья, давайте здесь вот нашу серию прервем. Ставьте, пожалуйста, свои пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Это был игровой канал Лордфуду Железное Сердце. Мы открыли базу на Манхэттене, самую главную. Теперь у нас доступны новые квесты. Подбор игроков. Чтобы пригласить другого играгента в свою группу, подойдите к нему и нажмите вниз. Чтобы приглашать друзей или вступать в их группу, можно использовать манюр руководства группы. Неприятные приглашения находятся, непринятые приглашения находятся в том же меню. Чтобы найти себе группу, можно использовать функцию подбора игроков через станции подбора игроков и через карту. Все ясно, все понятно. Начать подбор игроков. Ну, подбор игроков мы начнем уже в следующей серии. А вы не забывайте, пожалуйста, ставить пальчики вверх, подписываться на канал. Всем пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Я как-то видела его выступление, как такое началось, но... Но если он причастен, надо его найти. Мы же не помудем его. И если еще что найдете, дневники, ноутбуки, близких друзей, тоже сообщите. Плюс мне нужны живые образцы и антитела. Работы вам хватит. А вы? А я буду... Спасать жизни. Теперь извините, мне пора. Продолжение следует...